Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Не так давно мы с вами поговорили о такой серьезной проблеме, как неровный тон кожи. И это видео пользовалось очень большой популярностью. Если вы его не смотрели, пожалуйста, посмотрите. Также я рассказала вам о своем опыте борьбы с акне, который возникал у меня во время гормонального нарушения. А вот сегодня я предлагаю вам поговорить о проблеме отечности. Потому что как консультирующий, практикующий косметик, я совершенно точно могу вам сказать, что эта проблема тоже является лидирующей, наряду с вашими жалобами на морщины, на расширенные поры, на неровный цвет лица и на высыпание. Итак, сегодня мы поговорим с вами, как быстро, какими проверенными средствами, когда прямо здесь и сейчас вам нужно снять отек, можно действительно подтянуть лицо, освежить лицо и действительно снять этот самый отек. В этом видео мы не будем с вами говорить про микротоки, потому что совершенно очевидно, что можно снять отечность и улучшить цвет лица и тонус кожи микротоками. Это очевидные вещи. В этом видео мы будем говорить с вами о косметических средствах, причем разных производителей абсолютно. Начнем мы с очевидного тоже, потому что, я думаю, многие из вас знают, что прекрасно работает с тонусом кожи, с цветом лица, с отечностью карбокситерапии. И я показывала вот эту карбокситерапию от бренда Elevan, и совершенно очевидно, что именно она будет усиленно работать над проблемой отечности, потому что она с хлореллой. А если вы откроете любой интернет-источник, первую информацию, которую вы найдете о хлорелле, это будет сведение о том, что хлорелла работает над ростом здоровой капиллярной сети, укрепляет сосудистую стенку, снимает отек, улучшает трофику дермы. Это все хлорелла. Кроме того, вот эту карбокситерапию, там внутри вы увидите маски, как всегда, активирующие, и пять шприцов со специальным раствором, который вам нужно будет нанести под эту маску. Так вот, кроме того, что эта маска еще и действительно прекрасно работает над отечностью, она очень хорошо переносится, эта карбокситерапия. Я вам уже рассказывала, что большая проблема лично для меня при применении карбокситерапии, это долгое покраснение кожи, которое сохраняется спустя час-полтора часа после окончания процедуры. Вот во время процедуры карбокситерапии от бренда Elevan действительно вы чувствуете покалывание, все вот эти характерные ощущения, но красноты нет, и вы подтвердили мои доводы в телеграм-канале. Кто не подписан на мой телеграм-канал, пожалуйста, подписывайтесь. Там вы регулярно делите своими отзывами, и вот в частности, вы действительно подтвердили мои слова о том, что после карбокситерапии от Elevan кожа выглядит гораздо лучше, лицо выглядит гораздо более бодрым, подтянутым, неотечным, но нет вот этой вот красноты неприятной, и, соответственно, можно сразу же наносить макияж или не наносить макияж, кто как делает, и выходить в свет. Поэтому с целью быстрого преображения кожи, вот такого вот вау-эффекта, конечно, карбокситерапию, а именно карбокситерапию от Elevan я вам очень рекомендую. Вы знаете, что сейчас очень популярен такой формат, как жидкие патчи. И я хочу вам показать один не очень удачный пример, то есть средство, которое мне не очень понравилось, и продукт, который меня совершенно удивил и поразил. Первое средство – это средство, которое, хотя этот бренд мне полюбился, он мне нравится, я даже думаю, я сделаю о нем полноценный обзор, потому что я знаю, что и у вас накопились какие-то сведения, отзывы об этом бренде, и мне есть что сказать. После поста, опять же, в Telegram я поняла, что нужно все-таки снять отдельное видео. Но вот, пожалуй, один из единственных продуктов у бренда Neoskin, а это бренд Neoskin, наш отечественный, который мне не очень понравился, и, кстати, судя, опять же, по вашим отзывам, которые вы оставляли и вам тоже, это вот это вот, то ли это антистресс маска, то ли крем, но вообще это называется жидкие патчи. Вот как выглядит упаковка, и внутри находится маленький-маленький тюбик, такой же точно тюбик, как у маски с дейнолом, поэтому, пожалуйста, не перепутайте. Что из себя представляет этот продукт, жидкие патчи? Он представляет из себя вот такой вот гель с жемчужным сиянием, мне даже кажется, вам это сияние сейчас видно, светоотражающие такие частички. У геля есть отдушка, причем отдушка ощутимая, это то, что мне не понравилось в первую очередь. Непонятно, сколько наносить этого геля, при этом гель как будто бы тает на коже, немножечко впитывается, как будто бы подстягивает, у него есть ментол в составе, мне это не нравится, опять же, я не люблю такие спецэффекты, мне нравится, когда дренажное действие достигается за счет других компонентов. В целом, те компоненты, состав этой маски, этих жидких патчей, этого геля под глаза, называйте как хотите, мне нравится, но, увы, эффекта его выраженного я не поняла. А вот сейчас я предложу вам альтернативу средства, которые не заявлены как жидкие патчи, это, казалось бы, простой гель, но его эффект меня совершенно поразил. И это, друзья, вот такой вот гель, который называется фундаментально пробуждающий глаза гель, глубоко увлажняющий, освежающий, охлаждающий, гель максимально насыщен экстрактом чая, пептидами меди, и то, что он делает с областью вокруг глаз, это просто не поддается описанию. Вот это я понимаю жидкие патчи, хотя, по идее, это просто обычный гель, вы точно так же его не снимаете. Гель более густой, он как будто бы более гладкий и скользящий, это правда похоже на жидкие патчи. То есть, если гель от Neoskin это просто какой-то водянистый жидкий гель, то когда Dior Klairs фиксируется, застывает под глазами, он действительно ощущается, вот как будто бы вы нанесли гидрогелевый патч, только вы его не наносили. Как будто бы увлажненная, немножечко такая принабухшая кожа, при этом охлаждение есть, но наиделикатнейшее, нет вот этого жгучего ощущения ментола под глазами, и отечность снимает, все время хочу назвать жидкий патч, вот этот гель на самом деле, как заявлено производителем, все-таки гель, нет названия и слова патч, но работает как он, моментально снимает отечность, как будто бы как-то подразглаживает кожу, как будто бы ее как-то подтягивает, сглаживает, она какой-то сияющей выглядит, как будто бы вот холеный, отполированный, я его взяла без каких-то лишних надежд, я просто хотела сделать обзор о моей любимой противоотечной косметике, и меня настолько это поразило, я у себя спросила, где я вообще раньше была, и почему я не пробовала этот продукт, вообще на него не обращала внимания. Единственное, конечно, мое нарекание ко всей этой линейке от бренда Dior Klairs, это невзрачная упаковка, вот на белом сайте бежевый продукт с белыми надписями, он просто растворяется, может быть, я и не видела эти продукты раньше, потому что они незаметны, нарекание только к оформлению, к функционалу, что крем для глаз, помните такой на ламеллярной эмульсии, как крем Butter от Dior Klairs, мне очень нравится, что вот этот гель меня поразил, впечатлил, то есть вот этот гель вы можете использовать по утрам, например, для снятия отека, а более питательный крем из этой же линейки, я ссылочку оставлю в инфобоксе, на ламеллярной эмульсии вы можете использовать на ночь, вот это интересный дуэт, очень мне это понравилось. Я также вам приведу пример удачных и неудачных патчей для снятия отеков. Начну с неудачных, хотя, опять же, нареканий к составу у меня нет никаких. Это новинка от бренда Cosmomedica by Dr.Kondroshova, я заказала себе и те, и другие патчи, и это патчи утренние, лимфодренажные, зеленый чай. Здесь у нас 60 пар самих патчей, 30 штук таких лепестков, сейчас вы поймете, про что идет речь. И я покупала эти патчи с некоторой надеждой, что это патчи, продолжающие линейку этого бренда, лимфодренажную. У меня на лимфодренажную линейку этого бренда ужасная аллергия, но это не говорит о том, что это плохой бренд или плохая линейка. Я знаю, что огромное количество людей являются абсолютными фанатами лимфодренажной линейки от бренда Dr.Kondroshova, туда входит несколько средств. Мое разочарование скорее связано с тем, что если мы с вами посмотрим состав, то вы увидите, что никакой преемственности между этими патчами и всей лимфодренажной линейкой нет. Потому что в основной лимфодренажной линейке вот этого бренда есть несколько видов гисперидина, есть, например, экстракт василька, троксирутин, то есть такие очевидно дренирующие сосуды, укрепляющие средства и активы. Здесь на втором месте после воды гиалуроновая кислота, гликоли, больше такие влагоудерживающие, я бы сказала, компоненты. Здесь действительно очень много антиоксидантов. К моему большому сожалению, ни с какой отечностью эти патчи не борются. Мне очень не понравилось, что эти патчи очень пропитаны веществом. Посмотрите, испачкалась упаковка, и у меня есть такое ощущение, что эта жидкость окисляется, она темнеет. То есть с момента открытия жидкость стала темнее. Сами патчи достаточно большие, плотные. Мне не понравилось, что они не в форме лепестка. Посмотрите, они просто овальные. Не могу сказать, что это неудобно, но есть нюанс. И мне на самом деле не понравилось, что здесь содержатся вот эти лепестки. Посмотрите, вот эти лепестки, они все время спаривают с основной частью патчи, и приходится вручную разлеплять. И в итоге у вас вот здесь получается каша. Тем более, что лепестков почему-то меньше, и у вас вот здесь получается вот такая вот какая-то каша мала. Хотя еще раз повторюсь, по составу мне эти патчи нравятся. Мне не понравилась просто вот эта вот реализация. А вот пример патчи, дорогие друзья, которые я готова назвать лучшими противоотечными патчами. Я не знакома была с этим брендом. Вот так вот он выглядит. Это очень красивая такая лаконичная белая с золотым упаковка. Патчи в достаточно легкой коробочке. И внутри находятся патчи как раз-таки на базе троксирутина и других сосудоукрепляющих и дренирующих компонентов. Их особенность этих патчей заключается в том, что они гидрогелевые, но при этом экстра тонкие. Они вот с таким жемчужным оттенком. И мне показалось, что некоторые жемчужные оттенки они придают и коже. Они идеально фиксируются. Посмотрите, они не сползают вообще. И я готова вам показать фото до-после. Это фото моего супруга. Мой супруг очень склонен к отечности, потому что у него есть хронические проблемы с носом. А когда у человека проблемы с носом, он отекает в естественном порядке вещей. У него хронический ренит, по-моему, или как-то так это называется. Тоже думаем над операцией и так далее. Но, в общем, он отекает очень здорово. Особенно сейчас сезон дынь. Мы на дыне налегаем, дыне любим. И, в общем-то, отекаем и он, и я. Поэтому посмотрите на фото до и после. Это результат спустя 10 минут, чтобы вы понимали. И второй продукт от этого же бренда. Вот в таком вот шприце. У них несколько таких масок. Обратите, пожалуйста, внимание. Для разных потребностей. У этого же бренда есть маска противоотечная, которую сам производитель рекомендует наносить на подвижное, в том числе, веко. Прямо вот вплоть до ресничного края. Кстати, вот эта вот маска, она с противоотечным эффектом. Ее тоже можно накладывать и на верхнее веко. Она еще с эффектом укрепления ресниц. Но я обычно делаю так. Под глаза накладываю лепесток, а на верхнее веко полностью под бровь наношу вот эту вот маску. Вот как она выглядит. То есть здесь, видите, есть специальный лепесточек для того, чтобы вам удобно было наносить. Помимо экстракта водорослей, например, которые эффективно действительно дренируют, сюда же входит и конский каштан, и неоцинамид, и рябина, и боярышник, обязательно гисперидин, вот как раз таки, обязательно стабильная форма витамина С, кофеин. И на коротеньком видео, которое я вам демонстрирую сейчас, я пытаюсь вам показать, насколько эта маска вообще преображает область вокруг глаз. Просто гладкая-гладкая кожа, как будто бы аж натянутая, подтянутая. Я в большом восторге от этой маски. Все, что вам нужно, это нажать на шприц немножко, и вот здесь появляется на этом лепестке кремовая основа. Вы ее наносите под глаза, вообще вокруг глаз. Удивительная штука. Я долго думала над тем, какой продукт вам предложить, не только для области вокруг глаз, а для всего лица. Потому что бывает просто вот пастозность, она на всем лице. И мне пришла в голову еще одна очень интересная маска, опять же от бренда Dear Klairs. Мы о нем с вами поговорили. Вот этот продукт мы наносим под глаза. Это наиинтереснейшая маска, но очень редко о ней говорят в контексте уменьшения отечности. Дело в том, что это гелевая, если не сказать гидрогелевая маска, только в баночке, от бренда Dear Klairs. Вы наверняка знаете эту линейку антиоксидантную. Туда входит сыворотка известная с антиоксидантами. Это маска с витамином Е, с неоцинамидом, с аденозином. Вообще она называется маска для сияния. В такой вот пластиковой баночке. А сама маска очень интересная, потому что посмотрите, она по сути гидрогелевая такая. Вы когда ее наносите на кожу, она правда ощущается как патч, особенно когда начинает подсыхать. Особенность этой маски, помимо вот этих вот компонентов, которые действительно являются и антиоксидантами, и осветляют, является то, что сюда входят компоненты противотечные, и в частности альгин. И по большому счету эта маска является, знаете, таким гибридом между альгинатной маской и между патчами какими-то. То есть она ощущается именно так. И вот если вы ищете альгинатную маску или такой жидкий патч для всего лица, который будет и увлажнять, и антиоксидантное действие оказывать, и снимать отечность, я вам действительно очень рекомендую эту маску. Просто в таком контексте о ней мало кто говорит. Хотя продукты на самом деле у бренда достаточно популярны. И, друзья, я заказала повторно патчи Сиюскин. То есть, представляете, при всем многообразии косметических средств, которые у меня есть, и патчей, я поняла, что я думаю об этих патчах. Я жалею о том, что у меня остатки, которые были, они засухли, во время транспортировки, из-за того, что гель пролился. Здесь есть такая особенность, что жидкостью нужно быть осторожной. Вот они, эти патчи. Я думаю, что все вы их неоднократно видели. Но эти патчи, это гораздо больше, чем просто проснятие отечности. Это очень хороший антивозрастной эффект. Это мгновенный эффект. Это вау-эффект. Это были единственные патчи, в свое время я помню, гидрогелевые, которые я хотела прямо использовать каждый вечер. То есть я о них помнила, мне нравился этот результат. Ну, либо вечером, либо утром. Но обычно я патчи накладываю вечером. Это говорит о том, что они мне действительно очень и очень понравились. Потому что, ну, тут из песни слов не выкинешь действительно. Результат есть, и он впечатляющий. И я знаю, что очень-очень многие из вас любят эти патчи. Вот они те противоотечные средства мгновенного действия, которые я хотела показать вам в этом видео. Расскажите, пожалуйста, что из этого вы пробовали. Напишите ваши отзывы. Давайте поделимся опытом друг с другом. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok